Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Сегодня у меня будет обзор на канал Многодетная семья Тарантиных. Обзор делаю на них впервые по просьбам моих подписчиков. Да, данный канал смотрела я не так много и не так часто, но смотрела. Возможно, многих подводных камней в этой семье я не знаю, так что строго меня не судите. Для тех, кто ничего не знает, сделаю такой, так скажем, небольшой экскурс на этот канал. Семья Тарантиных является многодетной, проживает в Пермском крае, в глубинке. В семье, помимо родителей, имеется еще 8 детей. Согласитесь, очень даже немало. Канал влоговый о жизни многодетной семьи. Снимают на ютубе, они, ну, зарегистрированы они были в 12-м году, то есть да, а вообще сам канал заработал, вроде как видео начали снимать года 4 тому назад. За это время у них на канале появилось 6 тысяч подписчиков. Насколько я понимаю, рекламу данному каналу сделала им Ирина Жубрева. Поскольку часто от Жубрева, я, кстати, на них тоже делаю обзоры, слышу о том, что когда у нее спрашивают, кого же из блогеров вы смотрите, она всегда говорит Тарантиных, смотрю, смотрю, смотрю. Да. Живут Тарантины очень скромно. В скромном, при скромном, я бы сказала, даже очень скромном домике без удобств. Удобства имеются на улице, есть печка и есть баня. Да, как-то так. Согласитесь, очень сложно жить без удобств с таким огромным количеством детей. Не знаю, что там именно с материнским капиталом, но глядя на многие многодетные семьи, которых очень часто показывают в передаче «Мужское и женское», начинаешь понимать, что детей много, при этом родители почему-то работать не спешат. Правда, в данной семье папа работает. Это уже огромный плюс. Хоть что-то, да? Правда, могла бы работать и мама, тем более, что дети ходят в садик, в садик и в школу. Но, насколько я понимаю, мама не горит с желанием, тем более сейчас канал у нее монетизирован. Ну, а, соответственно, она получает какую-никакую денежку с Ютуба. Ссылка на донат стоит у них в описании канала. По ссылке, насколько я поняла, также получают от своих подписчиков. Честно, глядя на них, сложилось у меня такое двоякое впечатление. Я здесь увидела не только минусы, но и плюсы. Ну, начнем немножко с минусов, которые тут же причем перетекают в плюсы и наоборот. Плюсы, перетекающие в минусы. Что не очень понравилось, обратила внимание на... Вот сейчас зима, Пермский край, понятно, что морозы, снега много. Обратила внимание на количество снега во дворе. Вот столько людей в семье. Понятно, что я не имею в виду младших детей, да? Но есть старшие сыновья, пусть там один живет отдельно, но все равно приезжают в гости. Есть муж, в конце концов, есть мама. Еще не пенсионеры могли бы, в принципе, поработать на благо своей семьи и почистить все вокруг от снега. Но, видимо, некогда или есть другие какие-то заботы и хлопоты. Поэтому хотя бы тропинка, как говорится, к дому расчищена. И то хорошо. Смотрю на Настю, вот как на хозяйку, да? Ну, про кухню говорить не буду, потому что, действительно, там удобств нет особо никаких. Видно, что старается, но вот обратила внимание, что как-то немножко инфантильно подходит к своим тратам. Учитывая, что у них не очень хорошее финансовое положение, в одном из роликов обратила внимание, как она купила две маленькие пачки мюсли. Кто-то скажет, господи, да что вы к ним прицепились, да? Но, с другой стороны, их столько народу, куда там вот эти две пачки мюсли? Лучше бы, знаете, на эти деньги купила бы мясо, там, курицы или фруктов, да? Для всех, для всей семьи, я имею в виду. Из плюсов, поскольку делаю обзоры каждый день еще и на многодетную семью Колесниковых, то, конечно же, волей-неволей происходит сравнение вот одной семьи с другой семьей. Ну, и, естественно, вот сравниваю с Тарантиными, да, Тарантины выигрывают. Настя, по мне лично, достаточно хорошо относится к своим детям. Не знаю, что там творится за камерой, но, по крайней мере, то, что в камеру попадаете, видео, видно, что нет такого равнодушия, как у тех же Колесниковых. Причем, младшие дети у Тарантиных ходят в садик. Нет у них машины, она их сама отводит и, в общем, идут там на остановку. Стараются сделать всем какие-то подарки к дню рождения, да? Вот был день рождения у дочки, по-моему, у Маши, ну, не помню, не буду это утверждать. Подарили ей телефон. Пусть недорогой телефон, но, по крайней мере, это уже что-то, да? А вот в семье Колесниковых детям телефоны не видать просто как собственных ушей. Макса не считаем, потому что ему пошел уже 16-й год, и он там является блогером. У него тоже есть свой канал. Вот. У Колесниковых в семье, допустим, учитываются исключительно только папины хотелки, да. Ну, и, конечно же, с ума Настя не сходит так, как, допустим, та же Света Колесникова. Хлеб, да, не печет, но покупает. Если нет, допустим, дешевого молока, я смотрю, что Настя идет и берет подороже. То есть нет такого, как Светка. Нет дешевого молока, значит, дети будут сидеть без молока. И даже в день рождения у них это тоже самая настоящая проблема. Плюс обратила внимание, что животных у них много всяких разных. И шиншилла Шуша, кстати, такая же шиншилла, так же зовут, как и у Колесниковых, да. И собака Тайсон, так же собаку, кстати, зовут, как у Уперовых. В общем, да, и попугайчики, там еще кто-то у них, и относятся, относятся хорошо. Видно, что покупают для них какую-то еду и как-то все равно, ну, нормально. То есть надо ей этой Насте, едет она в город по нескольку раз на дню. И это учитывая, опять же, повторюсь, что нет у них машины. То есть легкие на подъем. Да, ну и достатка, конечно же, опять же, такого, как у Колесниковых, в плане зарплаты с Ютуба, у Тарантиных тоже нет. Дома такого нет, и неизвестно будет ли вообще. Причем, что снимают они на Ютубе примерно почти одинаковое время. То есть Колесниковы снимают где-то 5 лет, получается. Ну и Тарантины снимают, вот насколько я посмотрела, уже года 4 точно. У них есть видео 4-летней давности. Но факт остается фактом. За 4 года ведения Ютуб-канала 6 тысяч подписчиков. Это, конечно же, ну, не очень много, я бы даже сказала, что маловато. Но у всех по-разному получается, у всех. У кого-то быстро, у кого-то медленно, у кого-то вообще никак. Периодически у Насти случаются, насколько я понимаю, конфликты с ее подписчиками. И она, так скажем, вот в наказании им закрывает комментарии к видео. Но это точно не выход из положения. Могу сказать 100%, потому что такое могут себе позволить крупные каналы. Но никак не маленький канал, который развивается. Да. Тем более многие заходят, насколько я понимаю, на этот канал для того, чтобы оставить там комментарии, почитать комментарии. Комменты там, конечно, веселые. В общем, честно, общее впечатление мое. С одной стороны, семья многодетная, живущая, опять же, повторюсь, в глубинке. Семья не пьющая. Это уже большой плюс. С другой стороны, не понять мне, вот честно, как можно рожать одного ребенка за другим, когда нет, простите, нормальных условий для жизни. Когда нет нормальной работы, да, которая могла бы тебя обеспечивать, и прочих благ. Но это, опять же, мое субъективное мнение. Да, никого, конечно же, никому его не навязываю. Ну, знаете, я так понимаю, что это своего рода авось. Или вот как говорят в народе, дал бог зайку, даст и лужайку. Возможно, таким людям, конечно же, живется гораздо проще. Они не парятся, не задаются множеством вопросов, как поднять ребенка, как дать образование, как дать жилье. У них дети подолжны и проходят все тягости и все трудности жизни, испытывают, так скажем, их сами на себе. Не знаю, насколько это правильно. У каждого, конечно же, правда своя, как известно. Как-то так, друзья мои. Вот такой у меня сегодня получился общий обзор, так скажем. Первый обзор на Тарантинах. Так что, конечно же, пишите, оставляйте свои комментарии по этому поводу. Всех целую, обнимаю. Всем желаю прекрасного дня. Хорошего вечера. Берегите себя и своих близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну, и не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Все, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok